Приветствую вас, и вы знаете, вот много вам уже порекомендовало экспертов, что делать, много вам дали рекомендаций, вот, в принципе, мне больше всего понравилась рекомендация. Рекомендация эксперта Лидии, вот, она очень подробно описала, и добавить, в принципе, к ее рекомендации мало что возможно. Но, что я вам хочу сказать, вот, помимо тех вот советов, помимо тех рекомендаций, которые вам дали мои коллеги, есть еще одна немаловажная деталь, на которую, к сожалению, мои коллеги внимания не обратили. Ну, по крайней мере, я не увидел этого в их сообщении. Дело в том, что вашего молодого человека что-то заставило, что-то заставило его, значит, принимать наркотики, начать принимать наркотики. И вот вопрос основной, который вам нужно решить для себя, на мой взгляд, это вопрос, связанный именно с этим, что именно заставило его принимать наркотики. Почему он начал это делать? Какие жизненные условия, трудности, может быть, там, переживание, волнение, эмоции и так далее, они заставили вашего молодого человека начать принимать эти самые наркотики. Дело в том, что даже если он, ваш молодой человек, избавится, начнет избавляться, точнее, от зависимости своей, и у него это будет получаться достаточно успешно, то проблема заключается в том, что при обыденной жизни, или, лучше сказать, при обычной жизни, он, ваш молодой человек, будет оказываться опять под влиянием тех обстоятельств, которые, значит, вынудили его когда-то, начать принимать наркотики. И если эти обстоятельства не проанализировать, если не выявить причины, причины этих обстоятельств, если не устранить их, то любое лечение, практически любое лечение, будет обречено на неудачу, потому что мужчина, например, прошел детоксикацию, полную детоксикацию, мужчина прошел, а потом оказался привычной для себя ситуацией, при которой он, вообще-то говоря, когда-то употреблял наркотиками. И таким образом он вновь начинает это делать. И тяга, сама тяга к наркотикам проявляется куда сильнее, именно в привычных условиях, именно в привычных ситуациях, когда человек это начинал делать. Именно поэтому, когда люди становятся на путь избавления от наркотической зависимости, очень важно для них в этот момент менять свое место жительства и образ жизни. То есть, мало, объективно, очень мало будет просто вот ходить в лечение и все. Ведь он срывается у вас по какой причине именно срывается? По причине, что у него тяга. Есть тяга химическая, это одно, а есть тяга и ассоциативная. Когда человек на уровне ассоциаций невольно вспоминает, что вот я там в это время, да, принимал наркотики и так далее. И эта тяга не дает ему покоя, что, к сожалению, опять же, естественно, в данном случае. И вот поэтому я очень бы хотел, чтобы вы при формировании стратегии избавления от наркотической зависимости своего молодого человека и вместе с ним продумали вот этот вот важный момент, смены, значит, окружающей обстановки, смены среды, смены образа жизни, может быть даже места жительства, где нет людей, тех, кто как-то вот порекомендовал эти наркотики, где нет обстоятельств, которые заставляют человека принимать эти наркотики, по его мнению, и где все новое, все новое, все по-новому вот принимается, то есть человек, по сути дела, лишён какой-либо возможности на уровне ассоциаций испытывать тягу к этим самым вот психотропным веществам. Я думаю, что этот момент, момент, который является очень важным, необходимо определить. Далее. Следующий фактор, на который я бы хотел также обратить ваше внимание, связан он с тем, что устранены ли причины, по которым мужчина вообще начал принимать наркотики. То есть, что-то его заставило это делать. Обычно люди забывают о том, что заставляют человека принимать наркотики. Они начинают его там лечить, он сам начинает лечиться, проходит реабилитацию, Ну, всё на всё тут довольно наработано, но если нет понимания того, почему человек начал наркотики употреблять, что заставило его это делать, а заставляет всегда, как правило, определённые конфликты, определённые проблемы, определённые внутренние противоречия. Вот. И, соответственно, эти моменты, вот, и, собственно, определят то, что человек делает. То есть, эти моменты и определяют как раз то, что человек начинает употреблять наркотики. Но какие это моменты? Что они из себя представляют вообще? Что они значат? Какое значение эти моменты имеют для самого человека? Об этом нужно вам подумать как следует именно вам, чтобы не только работать с непосредственно зависимостью, но и чтобы помочь человеку разрешить именно те противоречия, которые он пытался разрешить самостоятельно, да, с помощью наркотиков. Но у него, понятное дело, это не получилось. То есть, вот этот момент тоже чрезвычайноватый. Я думаю, я думаю, что для этих целей, для вот подобных вещей можно, в принципе, поработать человеку, значит, с психологом. Можно пройти несколько консультаций, именно психологических, с той целью, чтобы понять, что же все-таки человек обеспокоит. То есть, не нужно забывать психологический аспект проблемы. Ну и последний момент, который я хотел бы вам донести до вас. Этот момент заключается в том, готовы ли вы стать для своего молодого человека опорой, надеждой и помощницей в том, что он делает. Потому что, если нет, если вы не готовы вот это делать, если вы не готовы помогать своему мужчине, или если вы сомневаетесь в том, насколько вы вот можете для него это делать, то лучше вам бы его оставить на этом пути, потому что, в принципе, если человек будет сам его проходить этот случай, то шансов у него будет больше, что вот у него получится преодолеть этот случай. Это зависимость. Но если вы останетесь с ним, то человек будет на вас надеяться, человек будет на вас рассчитывать. И если вдруг вы устанете, если вдруг вы подтверждаете, что живете, например, ну, допустим, не своей жизнью, что вы тратите свое время впустую и так далее, и так далее. Если вдруг у вас подобные мысли будут, то это будет одно всячество, вы его бросите, а в данном случае бросить такого человека означает лишить его стимула быть лучше. Поэтому этот момент тоже вам нужно отдельно для себя разобрать и отдельно для себя подумать, готовы ли мы взять на себя такую ответственность. И осознаете ли вы, что при успешном решении этой проблемы, значит, вам не будет благодарности, скорее всего, и вы не получите какого-то купирования и, условно так сказать, воздаяния своей деятельности. Подумайте, пожалуйста, об этом, чтобы не тратить монопластность свое время на того человека, который для вас не имеет достаточного значения. Просто подумайте хорошо об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Продолжение следует...